Девочка-пай 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 Сколько лет жить театру? Двадцать? Сорок? Пятьдесят? Или он кончится раньше, чем успеют состариться его герои? Театр – живой организм. Рождается, взрослеет, а с возрастом приходит популярность, успех. И нет для театра, для людей его более трудного испытания, чем испытания успехом. Театру «Современник» 13 лет. Но сначала о старых фотографиях. Ну вот на этой фотографии мы видим участников спектакля 12-летней давности. Это спектакль «Вечно живые» розово. Вот он тут в центре стоит рядом со мной. Вот здесь мы, например, на этом снимке, вот в левом углу Евстигнеев рядом стоит. Рассказывает главный режиссер театра Олег Николаевич Ефремов. Театр Антонина Елисеева. Она играла в спектакле «Антонину». Тут совсем молоденький Кваша, который только что закончил школу-студию МХАТ. Рядом с Розовым «Мизери». Вот видите, она сейчас уже не работает у нас в театре, но москвичи ее все хорошо знают по ее работе в театре Маяковского. Это Галя Волчок в спектакле «Вечно живые» играла Нерку Хлеборевскую. Сейчас Галя, вы знаете, уже и режиссер, лауреат государственной премии и замечательная актриса. Должен сказать, что выбор пьесы, конечно, был не случайен. Во-первых, именно эта пьеса Виктора Сергеевича нас заинтересовала. Она еще нигде не шла. Она была, правда, опубликована. И это одна из первых его пьес, но почему-то в свое время не пошедшая. И очень, по-моему, личная, лиричная, может быть, не всегда достаточно, что ли, сконструированная. Конечно, нас тут в то время и заинтересовала гражданская тема. Тема честности, которой, в общем, вот мы поставили эту первую пьесу. Так мы, по-моему, и пытаемся следовать и дальше, так сказать, не изменяя, в общем-то, этому идеалу. То есть добиваться, раскрывать человеке самое лучшее, самое ценное в нем. Но, естественно, быть достаточно и строгими ко всем остальным проявлениям в нем же. Раскрывать в человеке самое важное, самое ценное в нем. И быть достаточно строгими ко всем остальным проявлениям в нем же, с позицией идеалов нового мира, рожденного октябрем, это гражданская позиция театра. А теперь чеховская чайка. Случайно ли это? Тринадцать лет назад родился театр, принял имя «Современник». В то время для театра многое было впервые. Первые овации, первые аншлаги, первые гастрольные поездки, которые, кстати, в то время были одновременно и жизненной школой. К театру пришло признание. Маршруты поездок вышли далеко за пределы нашей Родины. Настало время, когда то, что принадлежало только театру, талант и время, пришлось делить на части. Актеры-современника нарасхват. Радио, телевидение, кино, и уже никто не сосчитает фильмов, в которых они снимались, и в хороших, и в посредственных. Сто тысяч дел, сумасшедший ритм, огромная нагрузка. Это может быть опасно. Служение мусс не терпит суеты. И вот чайка. Почему чайка? Чайка, конечно, возникла не вдруг. Дело в том, что, как только мы собрались, мы сразу поняли, что самый наш писатель и драматург – это, конечно, Чехов. Это было очень давно, еще тогда. Но и тогда же мы понимали, что, наверное, это нам не под силу. Не под силу такая сложность характеров, такая тонкость человеческого проживания. Просто, наверное, не осилить. И так мы все откладывали, откладывали. И все я говорил актерам, нет, вы не готовы, не готовы, да и сам я не готов. И вот наступило время, когда уже я подумал, что, может быть, уже если год пройдет, то будет уже поздно, потому что театр уже обрастает мастерством, уже приобретается мастерство. А мастерство – это страшная вещь. То есть это прекрасная вещь. И на всех совещаниях и дискуссиях говорят о том, как повысить бы мастерство, и его надо повышать. Но это всегда чревато остановкой, чревато уже некоторым закоснением, выработкой уже определенных приемов. Ну, грубо говоря, это иногда и уже штампы. Поэтому мастерство – это подход, на мой взгляд. Вот что значит выработать мастерство? Это выработать подход к делу. И в этом смысле, мне кажется, любой классик нужен любому, думаю, театральному коллективу тогда, когда возникла потребность обновления эстетических критериев, обновления своего подхода к делу, к человеку, там, я не знаю, к искусству. И, естественно, берется такой автор, который в этом смысле потребует полной отдачи и пересмотра всего себя. Во всяком случае, я думаю, что если даже чайка у нас и не выйдет, не получится, все равно уже ту благотворную роль, которую она оказывает тем, что сейчас вот немножко летает, значит, у нас на репетиции, несомненно, пользу она окажет. Да не пользу, а просто принципиально и будет это иметь значение. Потому что я вот уже вот работая сейчас над Чеховым, не могу уже смотреть наши спектакли. Мне уже физически больно, потому что, мне кажется, они недостаточно риски, недостаточно мужественны, недостаточно жизненны с точки зрения понимания жизни, как понимал, допустим, ее Чехов. Понимаете? Вас, наверное, интересуют позиции, что же Гражданского нас интересует в пьесе «Чайки». Но вы знаете, я понял, Чехов шире любой концепции, какую ему, так сказать, привяжь. А его идеология, нам она ясна, его, так сказать, идейная сущность Чехова. Конечно, это не был певец-сумерек, а был певец очень активный, художник, очень страстный и жесткий, я бы сказал. Он требовал от человека, требовал, чтобы тот всякую гадость из себя выдавливал, понимаете? И «Чайка» в этом смысле самая, по-моему, по этому, страстная, что ли, его пьеса, самая лирическая, как он говорил, чтобы из себя-то по капле выдавливать, раба. Так вот, здесь он этой пьесой требует от зрителей, вот смотрите, как необходимо это, как нужно это делать. Одна из первых репетиций «Чайки». Актеры еще только примиряются, только привыкают к мысли, что им придется играть чеховских героев. Действительно, она могла иначе выразиться ему, там, не траур по моей жизни, а более какими-то, может быть, не такими закабричными словами, а где-то попроще, но все-таки она действительно считает, что она несчастна, что она носит этот траур, что действительно у нее ничего в жизни не осталось. Она в себе это носит, носит, и все время это носит. Ну, бывает, какие-то же тески разные, другие обстоятельства, но она все время в себя это носит, а здесь, когда сейчас такие обстоятельства, где то, что она носит, она может особенно выпятить. Если уж грубо говоря, да? Вот, вот, вот. Я думаю, что и то, что она платье наделает, тоже она выпитила. Это тоже, понимаешь, способ уже смешной, нелепый. Ну, это, знаешь, любые всякие бывают способы, но она убеждена в том, что она действительно несчастна. И она оделась в траур с полным убеждением. Ну, ты так. А не для показухи. Ну, ты-то, актриса, должна понимать, что это вообще нелепо. Почему нелепо? А что нет таких людей, которые думают, что для них все кончено? Только лишь не одели на себя траур? Мы ставим комедию. Ну, понимаешь, комедия, да, комедия нет нелепости. Нелепости, а никакую не грустную драму. Ну, нелепости уже, нелепости, может быть, уже написаны. Чего же играть-то еще с нелепостью? А вот написано, что играют совсем иначе. Обычно в театре одновременно в работе три-четыре пьесы. Есть план. План надо выполнять. Есть зритель, который ждет новых спектаклей. Репетирует в актерском фойе, в буфете, в кабинете главного режиссера, на сцене, в зрительском фойе. Здесь, в верхнем фойе, режиссер Галина Борисовна Волчок и Олег Даль репетируют сказку принцессы и дровосек. Актеры современника должны уметь все. Должны быть тренированы и пластичны. Иначе можно потерять репутацию самых-самых молодых. Другие тоже не дремлют. Сейчас сказка выпущена и уже идет на сцене театра. Но чайка еще в работе. Чайка, понимаете, как-то не торопиться, понимаете, и задаться целью раскрыть автора, понимаете. Не то, что раскрыть. Раскрыть Чехова, так сказать. Не то слово. Попытаться проникнуть в него и попытаться найти это созвучие в душе своей с его эстетикой, что ли, с его мироощущением. Это очень важно там. Иначе нельзя. Как установить эти связи на сцене. Чайка. Субтитры создавал DimaTorzok Только прошлым жить нельзя. Ни прошлой славой, ни прошлой репутацией, ни даже знанием жизни, полученным в поездках двух- или пятилетней давности. Настоящий художник это понимает, тревожится. Говорит Евгений Евстигнеев. Все основания для этого есть. Потому что мы думаем о мастерстве, например, сейчас мы думаем о ремесничестве, так сказать, все такое. Где мы отдаем себе отчет, что у нас есть такие тенденции, понимаете. И это надо соскребать здоровой метлой, лопатой, понимаете, чтобы это убрать. Если мы думаем об этом, значит, я так полагаю, что есть залог какого-то успеха. Когда люди об этом не думают, а думают о том, что мое искусство проверено, тогда, как говорится, все будет плохо. А у нас это Олег Николаевич такой парень, что он не позволяет. И очень хорошо. И очень хорошо, потому что, если мы сейчас в Чехову не сыграем, то тогда мы не сыграем вообще. Репетициями не заканчивается рабочий день актеров. Скорее только начинается. вечером спектакль. А здесь нельзя щадить себя, нельзя экономить. губы. Есть в театре такой закон Какой ты каждый вечер, каков ты в старом, давно идущем спектакле Таков ты будешь и в новом Мера мастерства может быть иной И должна быть иной Но мера честности художника величина постоянная Мера мастерства Это дверь на сцену Мера мастерства Мера мастерства Мера мастерства После спектакля снова чайка Мера мастерства Денис Давыдов написал Я вас любил так, как любить вас должно Мера мастерства Мера мастерства Мера мастерства У современника была пора рождения, неизвестности, риска Она пройдена Была пора признания и славы Она продолжается Но признание успокаивает Успех ласкает Мега мастерства Мерzing Мерzing Мер axes Субтитры создавал DimaTorzok Сколько лет жить театру? 15, 20, 60? Думается, что ответ на этот вопрос может дать только сам театр. Субтитры создавал DimaTorzok